Всем привет! С вами новости Демисольки. Сегодня в эфире сюжет от нашего четырехтысячного подписчика Насти Персидской. Алфавит Демисольки. Буква П. Творческая выставка в рамках конкурса Блюз Без Границ. Всем привет! Я Персидская Настя, мне 12 лет и я участница девятого конкурса Блюз Без Границ в рамках большого открытого фестиваля детский музыкальный диатор Без Границ. О Блюзе Без Границ мы узнали через интернет и когда увидели состав жюри, то нераздумывая подали заявку на участие. Потом выяснилось, что организаторы конкурса являются детский музыкальный театр Демисольки. За время участия в конкурсе я поняла очень важную вещь, а именно то, что творчество не имеет границ и каждый конкурс может стать той самой ступенькой на пути вверх. Сегодня в алфавитами Сольки добавится буква П. Дадим вам небольшую подсказку. Это слово связано с радостью, весельем, смехом и чаще всего с подарками. Уже догадались, что это за слово? Последний шанс. Начинается на праздник, заканчивается на ник. Каждый день в мире проводятся десятки, если не сотни праздников. Иногда они выглядят очень забавно. Например, 3 января отмечается день соломинки для коктейля. 8 августа состоится Всемирный день кошек. 29 ноября в день рождения Демисольки отмечается день буквы ЙО. Этот праздник создали специально, чтобы люди не забывали буквы ЙО и не использовали вместо нее Е. Сегодня мы узнаем, какой праздник больше всего любят артисты и сотрудники Демисольки. Назови свой любимый праздник. День рождения. Почему? Потому что дарят много подарков и цветов. Новый год. Потому что вся семья собирается вместе. Мой самый любимый праздник – это день рождения. Он самый теплый, самый любимый. Мой любимый праздник – каждый день. Потому что всегда что-то новое, что-то интересное. Наверное, Новый год. День рождения. Мой любимый праздник – Новый год. Я верю в чудеса, знаю, что они обязательно сбудутся. День рождения. 14 февраля. Католическое Рождество. Наверное, Маслица. Мой любимый праздник – это мой день рождения. Новый год. День рождения. Новый год. День рождения. 1 апреля. Новый год. 23 дюбра я. Ну, потому что я люблю всякие подарки и покупать мальчиков. 8 марта. Мальчики дарят подарки. По итогам опроса у нас есть два абсолютных лидера. Это Новый год и день рождения. Выбрать между ними мы так и не смогли. Но это и не важно. Главное, чтобы в нашей жизни было как можно больше праздников. В четверг стартовала творческая выставка в рамках ежегодного конкурса «Блюз без границ». Вдохновением для художников стало направление пуп-арт. И предыдущим начать подготовку, артисты прослушали несколько небольших лекций о нем. Сегодня я расскажу про Энди Уорхо. За основу цветов он брал красный, желтый, синий, черный и белый. Каждый артист Домисольки перенес на полотно свои задумки и мысли. Многообразие красок и количество образов поражает воображение. Картины хочется рассматривать снова и снова и открывать для себя все новые смыслы. Выставка располагается на третьем этаже театра и продлится до 4 марта. Победители будут награждены дипломами и сувенирной продукцией фестиваля. После завершения голосования выставка переедет на первый этаж, где увидеть работу смогут все гости Домисольки. Детский музыкальный театр Домисолька славится своими наградами. Ежегодно артисты театра завоевывают призовые места на лучших международных конкурсах и фестивалях, а педагоги награждаются благодарственными письмами и почетными медалями. 12 февраля художественные руководители нашего театра были награждены почетными знаками детского признания. Иван Азибович стал кавалером Ордена Ладошки, а Ольге Леонидовне вручили общественную медаль за просветительскую деятельность. Поздравляем наших руководителей! На сегодня все! Наш выпуск подошел к концу. Подписывайтесь на наши соцсети и следите за новостями. До встречи через неделю! Субтитры подогнал «Симон»!